Как самостоятельно определить ключевые показатели эффективности для вашего сайта? Для этого вам нужно ответить на несколько вопросов. Какие цели у моего сайта или компании в интернете? Как мы можем измерить достижение этих целей? Что мы можем сделать для достижения этих целей? Какие задачи можем себе для этого поставить и какие мероприятия совершить? Какие из действий дадут нам наибольший эффект при наименьшем вложении к силе средств? Тут можно применить знаменитое правило Паретта — 20% усилий и 80% результата. Как вы определите, что эти действия были выполнены успешно, то есть KPI? Какие из индикаторов вы можете измерить сразу, а какие из них вам нужно дополнительно внедрять? Попробуем на основании этих вопросов построить схему. Начнем с бизнес-цели. Бизнес-цели — это глобальная цель, которую выполняет ваш сайт. Можно сказать, причина его существования. Бизнес-задача — это следующий уровень, задача, выполнение которой приближает нас к выполнению бизнес-цели. Они должны быть более конкретными, нежели цели. KPI — это метрика, позволяющая вам понимать, насколько успешно вы движетесь к выполнению своих задач и целей. Важно! KPI должны иметь целевое значение. Например, за квартал мы должны повысить коэффициент конверсии на 10% от текущих показателей. Макроконверсия. Макроконверсия считается целевое действие на сайте, которое приносит наибольшую пользу для бизнеса. Как правило, KPI завязан на подобные действия. И микроконверсия — это целевое действие на сайте, которое приводит к макроконверсии. Рассмотрим пример. Сайт интернет-магазина. Бизнес-цель у него — повысить прибыль. Далее она разбивается на две бизнес-задачи, которые могут нам помочь повысить прибыль. Это повысить конверсию в заказ и повысить средний чек заказов. Какие KPI покажут нам выполнение данных задач — это показатель конверсии и, соответственно, средний чек. Какие у нас есть макро- и микроконверсии на сайте интернет-магазина? Макро-конверсия — это, естественно, оформление заказа. И микроконверсии, которые ведут к оформлению заказа — это взаимодействие с карточкой товара, клик на галерею, выбор размера, если это одежда, добавление товара в корзину, процент успешных поисков товара на сайте, добавление в корзину товаров из блоков рекомендаций. Таким образом, у вас есть последовательность действий. Для выполнения бизнес-целей вы определяете бизнес-задачи. Эффективность выполнения задачи вы определяете с помощью KPI. Для влияния на KPI вы можете перейти на уровень ниже и воздействовать на микроконверсии. После выполнения бизнес-задачи вы анализируете результаты, делаете выводы и начинаете новый цикл.